Подосиновики, белые и подберезовики. Лесные дары природы один за другим отправляются в лукошко грибников, после чего сезонные лакомства появляются на прилавках рынков. И хотя на Брестском Центральном их не так много, найти лесные изыски нашей съемочной группе всё же удалось. Грибов в лесу нету. Это большая редкость сейчас. Сухо в лесу. Нет, без дождей никакого, как говорится, большого удовольствия даже при сборе не получишь. Километр пройти, один гриб найти. Опытные грибники сетуют, мол, не сезон. Врачи же, напротив, говорят, что сейчас самый разгар. Только в городскую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом отравления грибами за конец августа-начало сентября поступило 8 человек. Все пациенты оказались в реанимационном отделении, то есть людей пришлось спасать. Отравились, кстати, брещане с едобными грибами. Это были съедобные грибы с нарушением, в первую очередь, термической обработки. Следующее отравление – это условно-съедобные грибы. Вот сейчас они начнутся. Поддубники, такие самые распространённые методики. Их приготовление достаточно интересное. Люди их солят и в солёном виде через какое-то время едят. Я хочу сказать, что это будет вторая категория, которую мы сейчас ждём. Это будет октябрь, начало ноября. Ну и, конечно, отравление ядовитыми грибами. Самое страшное отравление – это бледная поганка. Хочу сказать, что никакой вид термической обработки не влияет на токсическое действие бледной поганки. Ни в коем случае грибы в лесу нельзя пробовать. Есть такая методика, бытует такое мнение среди людей, что когда мы собираем, мы должны попробовать. На самом деле, и из санитарных каких-то норм, и из вообще норм каких-то медицинских, ни в коем случае никакие сырые грибы не пробуются на язык. Потому что бледной поганки даже в такой дозе может быть достаточно. Инкубационный период или так называемый период мнимого благополучия при отравлении грибами составляет от 3 до 12 часов. При первых плохих симптомах нужно незамедлительно вызвать скорую помощь. Любое отравление, будь то с нарушением термической обработки, подлежит госпитализации в стационар. Пациенты с отравлением находятся в течение суток в отделении реанимации. Независимо от степени отравления, они подлежат наблюдению в течение суток. А уже дальше мы решаем по их состоянию, могут они находиться дома или они должны продолжать стационарное лечение в отделениях терапии. Грибные блюда, противопоказанные людям пожилого возраста, имеющим хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, также нельзя употреблять в пищу эти дары леса детям, кормящим мамам и беременным.